Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дедушка! Борода у меня не из ваты, дорогие друзья, а из синтепона, поэтому ваши дурацкие шутки прошу стоять по себе. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие господа! Мы сегодня издалечья к вам приехали сюда из Великого Устюга, нет, вернее из Устюга, принесла сюда нас в юго, принесла нас к вам пурга. Сквозь заторы и метели, пробки, кризис и мороз, мы с Негуркой летели, как чугунный паровоз. К нас вообще-то ветер нес. Да! Принес, друзья, наш ветер. Он теперь за все ответит. И за кризис, и за пробки, и за цены на бензин, и за то, что тормозим. Давайте, братцы, вместе вспомним уходящий год. Там всему хватало места для веселья, для забот. Было там не трали-вали, там мы с вами выбирали. Сами знаете ку-го, ну и выбрали его. Были там другие люди, но о них всерьез не будем. Этот лыжный Дон Жуан, тот Грозавсельку Сурман, и Геннадий наш Андреевич, тот, что правду матку бреет. Что еще? А, большой футбол, с ним, который год прикол. Сколько бабла туда не киньте, нам забьют по гланды гол. В общем, в теле крыбовались, как испанцы всех на кол. Да, не зря, товарищ Сталин, столько там истратил стали. Помогал он, помогал, вот и бьют они врага. Вот такой, но пасарант, прямо с самого утра. И, конечно, в этом годе, да при всем честном народе, одному министру крепко отдали прям по табуретке. И на радость людям всем вывезли его гарем. Посчитали, прослезились, славно девки потрудились. Министерство обороны столько нанесли урону, что любой заклятый враг вряд ли смог бы сделать так. Да, шпакойному осаму, далеко до этих самых, довели великолепных дам, учинивших стыд и срам. Да, что ж, товарищи мои, наступает год змеи. В змеи, скажу вам сразу, особливости свои. Ну, во-первых, сей предмет в кожу тонкую одет. Пусть не очень крокодила, страшных зубьев все же нет. Во-вторых, змеиный яд помогает, говорят. Нет змеи, пойдет и теша. Помогай. Ее многие хотят. А змеиная любовь так волнует нашу кровь, правда, некоторых душат, но они согласны вновь. Для раздей же, мой друг, подойдет в мейный круг, будут новые победы, по команде они вдруг. Кризис минит страной в будний день и в выходной, потому как царь Владимир правит нынче, правит вновь своей страной. Он мздоимцев победит, их в тюрьму припроводит, этих коррупционеров уничтожит, как подвиг. А московский славный мир, он для нас для всех пример, побеждает наши пробки на западный манер. Вот теперь свободен путь, можно было б газануть, только камеры повсюду, их никак не обмануть. Поздравляю с Новым годом и желаю вам, друзья, чтобы была работа медом, а не тем, что есть нельзя. Я не могу. Какое впечатление, что в противогазе. Мне просто было подготовлено новогоднее поздравление советскому народу. Дорогие мои друзья, я хочу искренне вас поздравить с Новым годом, особенно коллектив нашей орбиты, замечательные девчонки, помашите нам руками. Я хочу сказать, что наступающий Новый год, он не високосный, слава Богу. Поэтому, наверное, станет полегче. Хотя по гороскопу год змеи, первая половина будет для некоторых знаков не очень хорошей. Для раков, например, и так далее. Хотя вторая половина обещает какие-то фантастические совершенно изменения. Мы с Михаилом Владимировичем будем в Кремле выступать на нашем сольном концерте. А вообще, конечно, я хочу вам пожелать, дорогие друзья, еще раз, я этого не встаю никогда говорить, терпение и оптимизма. Главное, качество русского человека. Потому что все остальное мы украдем, или нам помогут, или купим, или что-нибудь еще придумаем, или обойдемся без этого. Потому что нафиг оно нам. Не сдуревший от вольного воздуха, Не желая накликать в виду, Только знаю, не будет мне роздыху В этом новом идущем году. Будет время плеваться заботами, Не по очереди, а гурьбой. Поговори мне делом беззамотанному, Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой. Не дари мне восторги пьянящие, Кипяченое грез молоко. Помоги пережить настоящее, Чтобы завтра потрогать рукой, Если можешь, порадую обновую, Чтобы к празднику баловать глаз. Подари ты мне день неленованный, Или хотя бы один только час, Или хотя бы один только час. В небе стянутом серыми тучами Голубую полоску зари. Подари мне надежду на лучшие, Утро краешек мне подари, Ни везение, чахлое деревце, Ни победу в жестокой войне. Повод мне подари, Чтоб надеяться, Относящийся только ко мне, Относящийся только ко мне. Не сдуревший от вольного воздуха, Не желая накликать беду, Только знаю, не будет мне роздыху В этом новом идущем году. Будет время плеваться заботами, Не по очереди, а гурьбой. Подари мне делами замотанному Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой, Хоть на каплю остаться собой. Ну, дорогие друзья, выступление Нового года Дедушки Мороза, оно имеет три как бы стороны. Первая сторона вот такая грустная, серьезная. Песня была написана совсем недавно, в 1991 году. На днях, да, буквально. Когда я обучался в академии имени Дзержинского. Вот, и вот боевые товарищи. Вторая песня, дорогие друзья, на злобу дня, естественно, хочется, чтобы настоящие русские люди, дорогие друзья, это те, у кого рот до ушей. Даже если, извините, туда привязано чугунное ядро, куда вы сами знаете, да, и оно сзади волочится, с грохотом по булыжнику, все равно рот до ушей. Все остальные либо вымерли, либо живут в других странах, с другими названиями, говорят на других языках. Временно, вагоннее, мягкое, пушистое, с радостью всенароднее. Нет, сначала начнем еще раз. Я вот хочу, чтобы оно попало вот туда. Время новогоднее, сладкое, пушистое, радость всенародная, добрая, душистая. В Дед Мороз в шапочках прыгаем и скачем в зайчики и лапочки, и никак иначе. Зайчики и лапочки, и никак иначе. Ёлки разноцветные, весело моргают, счастье беззаветное людям предлагают. Дорогие граждане, к нам уже идет, и приходит каждому этот Новый Год хлопает. 20, 13, будем улыбаться, 20, 13, засмеемся, братцы 20, 13, радуйся страна, 20, 13, полную до дна 20, 13, полную до дна Он придет к нам, граждане, новогодней ночью И подарит каждому то, что каждый хочет Полотенца банные и чулки для леди Каждый флаг Зюханову, а Путину медведя Женихам, всем девушкам, сталеварам плавки Бабушкам и дедушкам, пенсии прибавки Верности традициям, воинам квартиры Премию полиции, а всем людям мира Премию полиции, а всем людям мира Хлопает 20, 13, будем улыбаться 20, 13, засмеемся, братцы 20, 13, радуйся страна 20, 13, полную до дна 20, 13, полную до дна Я эту песню люблю, она дурная, конечно, но как все остальное в нашей жизни, собственно говоря, все полную до дна Вот, ну и хочется закончить красиво, красивые девушки пришли сегодня, вот, с цветами вы видите, опять же, не расстаем все практически с Михаилом Владимировичем Я с цветами, он с коньяком Вот, ну а сейчас я хочу вам серьезно пожелать, дорогие друзья, хорошо встретить Новый год Недаром говорят, как встретишь, так и проведешь, вот, и, потому что все-таки надо на себя время какое-то отводить Я в этом году похоронил двух мне близких людей, отец у меня сейчас совсем плохой, вот, и еще раз почувствовал, когда прикасаешься вот к этой холодной стенке, которая называется жизнь и смерть, грань между жизнью и смертью, и ничего ты с этим не сделаешь И тебе это все когда-нибудь, к тебе эта стенка подойдет, вот, и просто есть замечательные вещи, которые позволяют нам жить лучше даже Потому что простая мысль, что мы туда все попадем, она делает жизнь проще и лучше, на самом деле, лучше Потому что какие бы ни были у тебя трудности в жизни и проблем, все равно вот, да, ничего, пройдет все Как весело и шумно и непросто Мы прожили, ребята, этот год На синем небе зажигали звезды И по течению проводили плод И повторяли старые ошибки А новых все старались избежать И прятались за новые улыбки Прогулилась лезвием ножа Взлетали в небо, падали на дно И рисовали мелом на стене Давай откроем старое вино И новый звук отыщем на струне С Новым годом вас, друзья, с Новым годом Посмотри, какая ночь на дворе Рядом чистая строка Вот тебе моя рука В декабре В декабре И нас с тобой заслуженно венчали Сюжетом сообразно быть я То светлые везения печали То неудачи рваные края И наши перекрашивали строчки До снежных гор заслуженно вели Волшебной новогодней этой ночью Все дальше отрывая от земли Цветали в небо, падали на дно И рисовали мелом на стене Давай откроем старое вино И новый звук отыщем на струне С Новым годом вас, друзья, с Новым годом Русло тесное по имени Жизнь И несет меня река На восход и на закат Удержись, только удержись С Новым годом вас, друзья, с Новым годом Посмотри, какая ночь над морем Рядом чистая строка Вот тебе моя рука В декабре, в декабре С Новым годом С Новым годом С Новым годом С Новым годом Ну и Собственно, такое вот Три точки Послезавтра мне нужно будет поздравлять партию «Справедливая Россия» Россия Я в связи с этим вспомнил тоже старую песню Я извиняюсь, там есть одни слова такие не совсем хорошие Но Песня написана в лютые 90-е годы Когда нам в общем зарплату-то выдавали Михаил Владимирович не даст собрать Но не часто и не полностью Поэтому разникали разные мысли в голове И вот эти мысли оформлялись стихи Страдают люди Стоят заводы Вот демократии Лик ужасный Зовут Россию Спасать народы Под знамя красных Под знамя красных Зовут Россию Спасать народы Под знамя красных Под знамя красных Вот коммунятий страну измучит, здесь снова лагерь хотят заделать. Вставайте, люди, бегите кучей под знамя белых, под знамя белых. Вставайте, люди, бегите кучей под знамя белых, под знамя белых. Остервенело, все рвут на части, страны уставшей, большое тело. За непонятное это счастье, орать за красных, лежать за белых. За непонятное это счастье, орать за красных, лежать за белых. Уж так старались, уж так потели, я вышел утром на воздух свежий. И тихо стало в мозгу идея, трусы различные, а яйца те же. А может хватит нам думать глоткой и остальные смешить народы. Всем хватит места на общей лодке, и с Новым Годом, и с Новым Годом. Всем хватит места, тогда курс получился, в подводной лодке, и с Новым Годом, и с Новым Годом. Кошмар, извините. Михаил Владимирович, остается мне спеть четыре песни, и дальше наступит ваше отделение. Вы готовы? Надо говорить, всегда готов. Наливай. Я готов уже, наверное. Дорогие друзья, я хочу сейчас несколько песен спеть по поводу, потому что поводов было в этом году очень много. Во-первых, 300 лет Академии Можайского, в которой я учился, и успешно закончил. Во-вторых, 100 лет русской авиации, и, конечно, я хочу сейчас спеть песню, это будет считаться третьей песней, посвященной всем нашим боевым товарищам, особенно Сереже Мельникову, замечательному человеку, который вместе с нами продолжает. Майки наши, наши песни, наши души. Вот я совсем недавно ездил в Пермь, и они... Да, и они... Ну, дали мне половинку, гад. СМЕХ Это бесчеловечно, с твоей стороны. Это месть, мелкая месть причем такая, знаешь. Заопознание. Да, ну, я социальный, я понимаю. Вот. Дорогие друзья, у кого есть, давайте третий тост выпьем стоя, у кого есть... Михаил Владимирович, спасибо, я не закусываю. Михаил Владимирович, спасибо. Давайте, ребят, встанем, помолчим секундочку, за наших, за всех, да, молчать. Ты забыл меня, да? Тсс, тихо. Да, забыл. Ладно. Спасибо, Дир. Спасибо, садимся. Я хочу вспомнить одну из своих таких ранних песен. Сергей Николаевич сажал 35-тонные истребители на полосу железа длиной 120 метров. В общем, нужно было зацепить гаком третий трос, между тросами расстояние 10 метров. Вот. Посадочная скорость 240 километров в час. Вот. И очень хорошая фотография, ты видел, наверное, да, висит вот там. Там он как раз с гармошкой. Есть фотография, где он в кабине сидит с гармошкой. Потрясающая гармошка. Еще есть фотография. Своей короткой дорогой, толкнув железный пароход, взлетает в мельников Серега. И самолет его сухой, повыше вверх, поближе к краю, где кроме неба никого. И солнце близко играет, на мокром блистере его. А я на кно почти потрогал, и отыскавший нужный тон, Выводит на небо Серега сухого 38 тонн. И он пронзит любые дали и разрешит любой вопрос. И то летит он и завалит, вернется и поймает трос. Жила она очень для любой серьезной нации, Что по земле шагает собственной дорогой. Иметь немножко корабельной авиации, И мужиков таких, как мельников Серега. Иметь немного корабельной авиации, И мужиков таких, как мельников Серега. И наблюдая за разбегом, все останавливают речь. И поднимают взгляды в небо, и расправляют крылья плеч. И чувство староед накроет, покуда он летит легко. Что мы с тобой страна героев, а не приют для дураков. Летит прекрасной синей птицей, что всех сильнее и умней. Которой можешь ты гордиться в любой заморской стороне. Взлетает мельников Серега, И самолет его сухой. Жила она очень для любой серьезной нации, Что по земле шагает собственной дорогой. Иметь немножко корабельной авиации, И мужиков таких, как мельников Серега. И иметь немножко корабельной авиации, И мужиков таких, как мельников Серега. Ну и мне повезло, еще меня пригласили, Вот сейчас был совсем недавно, 65 лет, Московского вертолетостроительного завода. Что это такое, дорогие друзья? Это предприятие, сейчас два завода осталось в России, Которые делают вертолеты. Это Миль и Сухой. Это Милевский вертолетный завод, Который находится у нас под Москвой в Люберцах. Панки, станция Панки или станция Панки. Вертолет вообще изобрел Леонардо да Винчи, Говорят, ну вот как бы в нашем веке, В прошлом веке точнее, сделал Игорь Иванович Сикорский. А Михаил Леонидович Миль дружил с ним. И вот эта классическая схема, По которой сделан вертолет Ми-8, Самый лучший вертолет всех времен и народов. Она в полной мере вот в этом заводе реализована. Вертолет сделал, завод точнее сделал 30 тысяч вертолетов. Представляете? 30 тысяч вертолетов. За все время своего существования. В том числе самый мощный вертолет Ми-26, Который везет 20 тонн. Либо в фюзеляже, либо на подвеске. Самый массовый вертолет около 17 тысяч штук сделан. Ми-8 дробь Ми-17. Дробь Ми-14. Который сейчас, в этом году, 28 вертолетов Ми-17 Закупило Министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Можете поаплодировать. Понимаете, да? То есть, Сикорский, Белл, Хьюз. Потрясающие совершенно машины. Ну, вот они купили 25 вертолетов. А на вопрос фирмы Сикорского, нафига Попуга Армонь, сказали, что, знаете, вот есть такая страна, Афганистан, в которой, может быть, и ваши вертолеты бы хорошо воевали, но они почему-то там воевают хуже, чем Ми-17. И они закупили 28 наших Ми-17, скажите, с Казанского завода. Вот. Это вертолет Ми-24 дробь Ми-35, который основной боевой вертолет всех ВВС всего мира. Вот. И в настоящее время сделан вертолет Ми-38, который установил уже мировой рекорд по высоте. 8600 метров зависания. Они поднялись вертикально. 8600 метров. Столько вертолетов не летает. Ни один в мире. Вот. Да. И, да, значит, все остальные летают ниже, ниже, медленнее. И вот. Да. И мне как-то вот, человеку, который не дострелял в своей жизни, хочется, естественно, написать что-то такое. Подражание Михаилу Владимировичу и его великой песне, про известное вам «Железное чудовище», которое тоже считается, по-прочему, лучшим БТРом мира. БТР-60-70-80. Ну, песня посвящается вертолету Ми-24, конкретно событиям, произошедшим, происходящим, происходящим во всех странах, где воюют, где стреляют. Нет, давайте сначала лучше про Ми-8 впрою. Ми-8 – это потрясающая совершенно машина, которая самое большое количество экземпляров в мире, которая летает везде, где нельзя летать всем остальным. Которая перевозит все, что нельзя перевозить. Которая вывозила всех со всех высот. Когда в Афганистане шли боевые действия, там статический потолок Ми-8 – 3000 метров, Ми-8 МТ – 3300 метров. А там стояли люди на высоте 4000 метров. Они что, они делали горку, потом подпрыгивали до 4000, цеплялись носовым колесом за камень и сбрасывали ногами ящики с боеприпасами, сухие пайки, в течение каких-то секунд, пока двигатель молотит на форсаже. После этого их ногами отпихивают, и они падают в пропасть метров на 500, пока вертолет не начинает в разреженном воздухе уже работать нормально. То есть вертолет летит вот так, ну, медленно падает. Потом на 3500, на 3300, у него, значит, начинает уже там, он просыпается и летит горизонтально. То есть когда гладинеральный конструктор приехал в Афганистан, ему строевые летчики показали свои приемы, которые меня не пользуют, для того, чтобы остаться в живых. Он сказал, что извините, я ничего не понимаю о вертолетах. Вот, просто вот так вот, вот так вот все было устроено. Ми-8. Я бы хотел, чтобы эта песня попала в интернет. То, что сделано в России, было сделано с любовью, белым снегом, небо синюю, и горячей русской кровью. Первый атомный реактор, первый в космосе полет, первый в мире лунный трактор, и вот этот вертолет. Африканские салваны, антарктические льдины, он в любых далеких странах, был всегда необходимым. Он летал, где не летают, для его крутой судьбы, грань возможностей простая, просто чтобы воздух был. Ми-8. Задачу выполнить свою, выносит надежность, мощь и простота. Ми-8. Полвека в боевом строю и бросит в кругу несущего винта. Там, где мрачно, там, где глухо, вывозил он с того света. Он держал удары духов, их снаряды и ракеты. За скалу держась покрышкой носового колеса. Жизнь удлинял братишкам, выручал в беде десант. И в пусках пустыни белых, и среди таежных сосен в жизни нет такого дела. Где б не нужен был Ми-8, Благородный добрый рыцарь, что великий путь прошел. Металлическая птица с доброй русскою душой. Металлическая птица с доброй русскою душой. Ми-8. Задачу выполнить свою, выносит надежность, мощь и простота. Ми-8. Полвека в боевом строю и бросит в кругу несущего винта. В кругу несущего винта. Ми-8. И сразу Ми-24. Совершенно другое дело, совершенно другие задачи, совершенно другое назначение. Потрясающий совершенно вертолет, который восстанавливал предназначение вертолета огневой поддержки. Это подвеска, и одновременно у него была возможность перевозить людей внутри корпуса. Вот экипаж, три человека, оператор, пилот и борттехника. Шесть человек, то есть шесть рук, шесть глаз, вот и вертолет Ми-24. А наш пятнистый крокодил в такое место угодил, откуда можно очень редко выйти целым. И варить сбоку дышака, и ручка прыгает в руках, и через пыль не видно, ничего в прицеле. А наш видумый вот чудак, он все летает кое-как, все норовит залезть под наших нуров трассы. А там внизу мотострелки, им долго думать не с руки, они забыли позывные папуасы. А тут откуда ни возьмись, летит гранат сверху вниз, влупили духи очень грамотно с верхушки. И если б капельку точней, не жить бы здесь тебе и мне, пришел конец бы нашей доблестной вертушке. Но слава богу пронесло, мы помахали им крылом, а ну давай в ответ в табло из блока нуров. Вы извиняйте уж, друзья, нам не ответить вам нельзя, наш экипаж высокой воинской культуры. Вертолет огневого прикрытия чистит землю надежно от духов. Вы нам только дымами или трассером обозначьте, где зад, где вперед. Площадное устроит накрытие, после нас будет чисто и сухо. Ну а что там, случайно останется? Пусть пехота потом подотрет. А там внизу проснулись друг, кричит наушник, слышишь, друг? Скорее становитесь круг, а то нам крышка. Левее двести тышака, вы им подкиньте огонька, а то уж слишком тяжело сейчас, братишка. Ох ты, родная мазута, мой оператор-музыкант, сейчас сыграет две руки, он духом мессу. Мы, как настроенный рояль, снимаем с клавиш и вуаль, и отстоим родной пехоты интересы. Вертолет огневого прикрытия, коммунальная наша квартира. Лучше бросить красивую девушку, чем в бою обороты и винта. Обеспечить сплошное накрытие наш летучий Т-34. Жар обшивка в делах героических, не во всех сохранится местах. А добрый техник наш Кузьмич, он произнес красивый спич, что, мол, опять всю ночь мне что под дырки вложи. Прости, Кузьмич, прости, родной, империализм всему виной, мы сдвинем разом алюминиевые чаши. Потом примчался БТР, мотострелковый офицер, нас обнимал и много наливал из фляжки. Чего слова-то говорить, ты, вертолет, благодари, ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке. Вертолет огневого прикрытия Хлопаем он подобен настроенной линии. Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шесть рук Из любой передряги нас вытянет Наш любимый Ми-24 Дорогой наш, дырявый, единственный Настоящий проверенный Дорог. Настоящий проверенный Дорог. Я же сам просыпаюсь, когда эту песню пою. Конечно, тут я уже проследился. Да, ну я сам вот тоже. Не, Миша, понимаешь, афган вспоминается, не забудьте. Да вот, да. Ну я заканчиваю свое выступление. Я хочу вспоминать, а можно попросить не очень громко кричать, а? Зайка. Можно девочек попросить не очень громко кричать на кухне? Пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что мы совсем недавно проводили фестиваль, посвященный Василию Денисову. Вот на мне майка одета, я, к сожалению, не могу раздеться. Если попросите, то раздеться. Замечательный был человек, Василий Николаевич Денисов, снайпер группы Альфа КГБ. Из рода Орловых Денисовых. Совершенно потрясающий, красивый мужик, который работал на заводе. Значит, его отец служил в охране Сталина. Вот, его дед, его там родственники воевали, воевали, в общем, всю свою жизнь. Вот, и, да, дядька его, значит, его назвали в честь дядьки Василия, который был Камыском во время Великой Отечественной войны. И, значит, его сбили, он довел подбитый самолет до аэродрома, сел и умер. Сгорел в кабине. Вот, да, и вот. А сам Василий Николаевич, значит, его взяли в ВДВ, причем взяли его в медицинскую учебку, в которой людей учили всему стрелять из всего, бросать гранаты, перевязывать людей. То есть, их учили всему тому, что учат ВДВ, плюс еще быть спасителем человеческих жизней. Там он мог сложные операции на костях делать, что-нибудь там, кошмар. Вот, и он вообще был снайпером по жизни. Крайняя операция была в Будённовске, когда он стрелял по... завалил двух снайперов у товарища Басаева. Вот, и... а потом он занимался песнями. Вот мы с Михаилом Владимировичем его близко знали, близко знаем, потому что он живой, я считаю, люди... барды не умирают, их убить невозможно, их можно только споить. Да, вот. Василий Николаевич совершенно потрясающий человек, я помню, как мы с ним поехали в Артубинск, без гонораров вообще, просто так поехали и все. Вот, и там я все время бегал, нас поселили в люксе, я все время бегал, за ними хабарики собирал, потому что они курили, где он курил, он там втыкал хабарик в лакированный стол. Вот, и... ну, конечно, пел он замечательно, писал стихи. И все это был классический русский военный, вот, который воевал и пел. Ой, сейчас. Извините. Я просто думаю, чтобы спеть такое крайнее... В общем, ладно, Мишка посвящается тебе, Витике, Васте, Кузе и, в общем, всем моральным уродам и себе тоже немножко, которые вместо того, чтобы сидеть дома и работать манагерами на ферме, значит, пытаются смысл соединить с рифмой, вот, и мучаются из-за этого, вот. Но при этом, значит, еще продолжают служить в Советской Армии. Потому что люди, которые, наверное, когда-то в ней начали служить, они будут служить в Советской Армии до самой своей смерти, товарищи. Вот такая вот загогулина, как говорил известный мужчина без пальцев, который плохо играл в волейбол и плохо руководил страной. Он гитару, как автомат, носит стволом вниз, он железные струны ее вздергивает, как затвор. Он на сцену идет так, словно идет в бой и, прищурившись, смотрит в зал, словно в нем ищет цель. Он всегда начинает петь, тихо и не спеша. Он не любит лишних идей, преждевременных звуков и нот. Он подходит к главным словам, не ускоряя шаг, через логово минных полей, через трясину в брод. И как вырванную чеку он первый берет аккорд и бросает мелодию вниз на боевой курс. И слова попадают в цель точно и далеко, пробивая на вылет лжи крашеную доску. А вторую исполнителю военного репертуара. Ночью в 02.14 входит его судьба. Лампочки усилителей, словно колонны фары. И выражения нужные чиркают по губам. И ведет он в притихший зал через замерзший саланг. И в Тойоту, где духовский груз, всаживает свою злость. И на Прохоровской стерне он гасит горящий танк. И бинтует плечо пацану, простреленному насквозь. И не видя уже берегов, он тонет в черной воде, наблюдая в своих ночах черно-белые сны. И он судит своих врагов по законам людей. И он судит своих друзей по законам войны. А когда он закончит бой и гитару опустит вниз, И последняя очередь нот рикошетом уйдет в облака. Он вернется с войны домой, тихо скажет, но все. Жилка издувшейся голубой, на ободранных в кровь в руках, на ободранных в кровь в руках. Автору, исполнителю военного репертуара, Ночью в 02-14 входит его судьба. Лампочки усилителей, словно колонны фары, И выражения нужные чиркают по губам, чиркают по губам. Программа «Батальонная разведка» продолжает свое триумфальное шествие по Российской Федерации. Пять лет в этом году ей было, дорогие друзья. Надеюсь, что мы продолжим. У нас будет 6, 7 и 8. А сейчас у нас будет Михаил Владимирович Михайлов. Перерыв мы будем делать, Миш? Как хотите. Перерыв.